Как жить на заводе? Таунхаусы в бывших цехах и квартиры в водонапорной башне. Через 4 года Сестроревский инструментальный и в прошлом оружейный завод превратится в новый жилой и общественно-деловой квартал. Сегодня символический первый камень вместе с инвесторами заложила губернатор Валентина Матвиенко. Когда-то эту территорию занимало мощное предприятие. Именно здесь проектировали знаменитую трехлинейку, винтовку Мосина. Сейчас производство практически остановлено. Большинство корпусов заброшено, хотя официально это памятники промышленной архитектуры под охраной государства. В некоторых помещениях даже сохранились уникальные приборы, например, гидроэлектростанция Вольта начала прошлого века. Разработчики уверяют, готовы сохранить историю. Однако часть корпусов уже снесли. Это были постройки 70-х годов 20-го века. На их месте появятся новые здания. Разумеется, это будут не корпуса из красного кирпича, потому что нельзя дословно строить сейчас так, как это строили тогда. Там будут расторные цитаты, там будет своя привлекательность, но она будет абсолютно самоштабно тому, что мы видим здесь из истории. Всего на проект потратят почти 350 миллионов долларов. Причем значительная часть уйдет на санитарную обработку. Все-таки 2,5 века здесь было промышленное производство. А единственный действующий цех переместится в лахту. Как сказал Валентина Матвиенко, это удачный пример решения сразу двух проблем. Реновация заброшенной территории и вывод предприятий за пределы жилых кварталов.